МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Артиллеристы морской пехоты одни из лучших не только в России, но и в мире. Это неуспешно доказали на конкурсе мастера артиллерийского огня. Минометный расчет 155-й бригады занял второе общекомандное место. ВЫСТРЕЛЫ Прямой наводкой по бронетехнике и пехоте условного противника. Самоходные гаубицы Гвоздика врага достанут и за 15 километров. А вот так, когда цель в 10 раз ближе, уж точно пригвоздят не хуже снайперской винтовки. ВЫСТРЕЛЫ Останавливается все просто. С первого выстрела попал, оценка отличная расчету. Со второго оценка хорошо, с третьего оценка удовлетворительная. Но если не попал, то оценка 2 балла. Долго выбирать позиции и прицеливаться здесь не привыкли. Это главная огневая поддержка морской пехоты. Артиллерия черных беретов в бой вступает, едва коснувшись гусеницами земли. С десантных кораблей, да, высаживаемся на упор. И на урезе воды уже занимаем огневые позиции и поражаем огневые средства жилой силы противника. ВЫСТРЕЛЫ А вот так залпом стреляют уже опытные расчеты матросов-контрактников. Новобранцам, прослужившим в бригаде всего два месяца, пока доверяют лишь заряжать гаубицы. Но прошедшие испытания первыми стрельбами торжественно принимаются в братство артиллеристов. А моя артиллерист! Выполнение боевой задачи в условиях сложного рельефа местности с преодолением водных преград, испытания не из легких. Учения 5-й армии предполагали, что условный враг находится на другом берегу реки и занимает укрепленные позиции, где все проходы заминированы. Чтобы обеспечить проход для наступающих войск, вперед пускают «Смея Горыныча». Так называют специальную ракету, которая шумом разрезает воздух, а в месте посадки производит подрыв мин. Под прикрытием вертолетов позиции условного противника атакуют мотострелки на бронетранспортерах и боевых машинах пехоты. Приморское операционное направление очень богато естественными препятствиями, поэтому для успешного ведения общевойскового боя, конечно, необходимо тренировать личный состав на преодоление водных преград. Современная бронетанковая техника легко преодолевает водную преграду. Воздухозабор для двигателя в танке осуществляется через длинную трубу сверху. На пятиметровой глубине танк может проехать по дну более километра, но экипаж при этом не видит ничего. Ориентируются, как подводники, по приборам. Есть специальные приборы, гидрополукомпас. Мы выставляем его на ориентир и спокойно преодолеваем по прямой преграду. Если что-то не так, есть радиосвязь, нас обязательно сориентируют. В этот день на учениях в воде побывали все, но разведчики, единственные, кто преодолел озеро, не в душной кабине бронемашины, а в плавь, сложив одежду и боеприпасы в специальные ранцы. Эти рюкзаки, они очень скоплены, не пропускают плаву. То есть это помогает нам оставаться на плаву, но нам же не спрятать верную преграду. Боевая задача успешно выполнена, учения пятой армии завершены. Обратно с победы мотострелки возвращались почти с комфортом по понтонному мосту, возведенному инженерами. Сегодня в рубрике «Арсенал» мы совершим экскурс в историю оружия советского периода. Испытаем на практике боевую мощь легендарных автоматов, пистолета пулемета «Шпагина» и «Калашникова». Сейчас вы увидите, как стреляет это оружие «Победа». А сейчас вы увидите, как стреляет самый известный автомат в мире. Оля, сегодня мы с вами познакомимся с двумя экземплярами легендарного оружия советского периода нашей страны. Это пистолет-пулемет «Шпагина». Это легендарное оружие Великой Отечественной войны, в котором наши деды ковали победу. И не менее легендарный автомат «Калашникова» модель АКМ. Это диск пистолета-пулемета «Шпагина». Для того, чтобы его снарядить, нужно отвести улитку. Вот такая улитка. Вот сюда вставить патроны. Сколько патронов? Ну, вообще можно его снарядить до 72, но мы будем снаряжать 6 выстрелов для того, чтобы выполнить наше упражнение. Что касается магазина для автомата «Калашникова», я думаю, ничего сложного нет. Естественно, эта модель более современная. Снаряжается очень просто. У вас уже опыт есть. Как пистолет? Да, как в пистолете, ничего сложного нет. Ну, переходим к самому интересному. Подготовка оружия к стрельбе и непосредственно сама стрельба. Заряжай огонь! Прицелилась. Смерть фашистов! Голова! Заряжай огонь! Стреляем! В середину, в среднюю мишень стреляем. Ох ты, господи! И в третью. Еще. Разряжаемся. Ну что, Ольга, вот ваш результат налицо. Я думаю, что для первого раза с использованием непростого оружия вы справились на оценку не ниже, чем хорошо. В сердце фашиста? Спасибо вам большое. Спасибо. Я уверена, что автомат – это прям мое. А я напоминаю, что мастер-класс для нас провел Валерий Николаев, инструктор спортивно-стрелкового клуба «Патриот». В рубрике «Служу отечеству воспоминания очевидца трагических событий 90-х, когда во многих республиках Советского Союза вспыхнули конфликты на межнациональной почве». Прохожу службу в Министерстве внутренних дел более 40 лет. Из них 24 года в внутренних войсках Российской Федерации. Одна из командировок, в которых я находился, это 1990 год, июнь-июль месяц, город Ош и город Узген, Киргизская ССР. Как раз там вот все и зачиналось, в этом месте все массовые беспорядки, которые происходили. Люди одной национальности выезжали из того места, где проживали компактно другая национальность, то есть покидали свои жилища, потом просто-напросто пытались туда зайти, забрать, может быть, вещи, документы и так далее. Их брали заложники, выдвигали различные требования. Когда собиралась огромная толпа, приходилось в толпе вычислять, кто из них старший, находить с ним контакт и убеждать, что если нет, то мы будем применять все, вплоть до огнестрельного оружия. Я не скрывал, что я общаюсь с домкомами, но это представители старейшин с узбекской стороны и общаясь со старейшин с киргизской стороны, потому что как еще общаться? Или кто может пресечь какое-то правонарушение? Изымали оружие? Оружие изымали нарезное очень много, особенно очень много изымалось оружие холодного оружия. Ну, обычная палка, на палке острый нож, плюс забиты гвозди соткой или боли в эту палку. Ну, то есть можно такие вещи нанести, довольно серьезные и сильные. То есть мы не допустили вот этих массово побоища на этом поле. Все женщины рожают ночью. Комендантский час, передвижение запрещено. И как раз вот приходилось моим бойцам, я сам лично тоже перевозил, когда был ответственный по войсковым нарядам среди ночи, сам лично перевозил женщин в роддом. Мы не разбирали, кто какой национальности, поступил сигнал. От нашего наряда мобильного выезжали туда, брали женщин, перевозили в роддом. И, кстати говоря, получали благодарности и от той национальности, и от этой. Ну, урок один. Надо знать законность, надо поддерживать только законность. В никаком случае не допускать самим нарушения, потому что если сам нарушишь, то как будешь потом работать с теми же гражданами с той или другой стороны? Программу продолжит рубрика «Оружие Победы». Ее ведущий – мой коллега Данил Макарычев. Первый. Советский. Уникальный. Эта машина не только сама ведет огонь, но и защищает пехотинцев от пуль и осколков. В проекте «Оружие Победы» БТР-40. Боевым крещением для машины стали события в Венгрии в 1956 году. После них появилась еще одна модификация БТР-40Б, имевшая сварной корпус с бронированной крышей. Для посадки и высадки десантов крыши имелись два больших люка, закрывавшиеся крышками. Высота корпуса увеличилась на 130 мм. Были демонтированы бортовые кронштейны для установки пулемета и введены две дополнительные амбразуры на клонных листах крыши. С консультантом нашей программы Юрием Морозовым мы детально рассмотрим все преимущества нашей машины. Каковы были тактико-технические характеристики? И вот эту машину мы брали у кого-то за основу, или это чисто наша отечественная разработка? Разработка чисто отечественная. Все делалось максимально простым. У нас в музее представлена модификация БТР-40Б уже с жесткой крышей. Первые экземпляры, они были без крыши, как и американские, как и немецкие бронетранспортеры времен войны Второй мировой. Но каждый из наших образцов, из наших БТР-40-х, он был оснащен радиостанцией для оперативной связи. Вооружалась машина пулеметом Калашникова. Калашникова обязательно была лебедка. Вот она, кстати, здесь на передней оси механическая лебедка с приводом от двигателя. Обязательно была система подкачки шин. Во многих странах, особенно в европейских странах, в Штатах под броневики строили специальные особые шасси. Здесь же, если мы отбросим бронекорпус, то, по сути, мы увидим обычный ГАЗ-63. Соответственно, все у этой машины, касаемо ходовой части, все заменяемо от массового армейского грузовика. То есть на любом военном складе можно было найти как какие-то расходные материалы, так и серьезные запчасти, вплоть до двигателей, мостов, коробок передач. В то же время у БТР-40 у него был недостаток, который был устранен на машинах более современных. Эта машина не могла плавать. То есть у нее двигатель расположен спереди, классическая грузовая компоновка, днище не было герметичным, не было водомета. Поэтому при движении, если была какая-то войсковая операция с преодолением водных преград, конечно, это была большая проблема. Но этот недостаток устранили уже на более современных моделях. Экипажи было удобно здесь? И в управлении легка ли была машина? Нужно ли было дополнительно учиться для того, чтобы здесь водить ее? Наверное, самая большая сложность. Дело в том, что в Союзе существовали, помимо водительских курсов, и курсы все-таки военной подготовки. Поэтому бойцы, будущие механики водителя, в теории были готовы к подобным машинам. Многие знали грузовики, как я уже говорил, тот же ГАЗ-63, только с броней. Но все-таки была существенная разница между бронетранспортером и грузовиком в его обзорности. То есть с обзорностью здесь далеко не как у грузового автомобиля. У того можно хотя бы на ходу открыть дверь, посмотреть назад, что там за кабиной происходит. Есть стекло позади кабины. Здесь два смотровых прибора на лобовом листе, боковые смотровые приборы и больше ничего. Помимо советской армии, БТР-40 состояли на вооружении армии стран участниц Варшавского договора, а также целого ряда государств, в него не входящих. Например, Албании, Афганистана, Вьетнама, Израиля, Индонезии, Ирана, Камбоджи, Китая, Кубы, Лаоса, Монголии, Эфиопии и многих других стран Азии и Африки. В армиях этих стран БТР-40 и БТР-40А активно использовались в локальных конфликтах на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Африке. Сегодня увидеть эту машину можно в нескольких коллекциях, но в таком хорошем состоянии только в музее техника 20 века в Приморском крае. Вы смотрели программу «Ротоподъем». О том, как меняется российская армия в ответ на вызов современного мира расскажем в следующих программах. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова